Сейчас вы пройдете на смотровую площадку янтарного комбината. Приглашение экскурсовода стандартное. Зато пейзаж ребята сразу назвали неземным, а профессию особой. Сотрудники заговорили со школьниками на своем языке. Некоторые спрашивают, почему добыча, а не добыча, правильно? Добыча – это когда мужчины ходят на охоту, а добыча – это горная вода. Пока впечатления свежие, мальчишкам рассказывают о тех, кто трудится в янтарном карьере. Ребятам советуют не отказываться от рабочих специальностей, ведь это гарантия трудоустройства. Сегодня на комбинате 150 вакансий. Нам постоянно требуются рабочие, именно люди рабочих специальностей. У нас формируется кадровый резерв. Поэтому, если кто-то имеет или собирается получить специальность квалифицированного бульдозериста, машиниста-экскаватора, сварщика, электрика, милости просим. Средняя заработная плата на комбинате является одной из самых высоких в регионе. Это порядка 42 тысяч рублей. Плюс различные дополнительные надбавки в виде соцстрахования. Если человек заинтересуется геологией, то это, конечно, будет приветствоваться. Самые предприимчивые отправились осваивать профессию экскаваторщика в подготовленном мини-карьере. Свободные места есть и в цехах обработки янтаря. После ремонта здесь появились новые станки. При этом один из цехов пока загружен всего на 10%. Нам нужны будут сборщики, нам нужны будут калибровщики, нам нужны будут камнерезы, нам нужны будут художники. Поэтому как бы в районе 60 человек мы можем принять обработчиков янтаря. Текучки от старых рабочих у нас нет. У нас больше текучка молодежи. У кого не хватает усидчивости, у них хватает терпения. Кто хочет прийти и получить все сразу. Все сразу не бывает. Поэтому опыт, все это приходит со временем. Интересно, как работают, как это делается все. Интересно, и зарплата должна быть приличная. Янтарь, он сам по себе красивый очень камень. Можно даже сюда пойти работать. Если придете сюда работать, можете хоть каждый день воображать себя морской богиней Юраты. Шутят с ребятами в музее. Яркий финал урока профориентации. Сведения о вакансиях отправятся еще и в Озерский центр занятости. По его данным, уровень безработицы в этом районе один из самых высоких в области. На учете стоит более 400 человек. Янтарный комбинат востребованным сотрудникам обещает помочь с жильем. Екатерина Говорова, Наталья Будник, Вести Калининград.